С 1 февраля увеличились размеры пособий, связанных с материнством и детством. Так, работающие женщины, вставшие на учет в женской консультации в ранние сроки беременности до 12 недель, получат единовременное пособие в размере 917 рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля в текущем году будет составлять чуть больше 24 тысяч рублей. Кроме того, находясь в отпуске по уходу за первым ребенком, мамочки не должны получать пособие меньше, чем 6 316 рублей. По уходу за вторым и последующими детьми минимальный размер пособия равен более 9 тысяч рублей. Работающим по трудовым договорам женщинам, чей стаж больше 6 месяцев, пособие начисляется в размере 40% заработной платы, но при этом оно не должно превышать 26 тысяч рублей за месяц. Работающим мамочкам положено и пособие по беременности и родам. Его сумма зависит от средней заработной платы. Пособие в 2019 году рассчитывается из заработка, полученного в двух предшествующих годах, то есть в 2018 и в 2017. Порядок их получения не изменился. Пособие по беременности и родам имеет право получать только сама женщина. А вот пособие по уходу за ребенком может получить любой работающий член семьи, в том числе отец, бабушка, дедушка, опекуны, либо иные родственники, которые фактически осуществляют уход за ребенком.